Всем привет дорогие друзья автомобилисты. Продолжение рубрики ответы на вопросы подписчиков. Очередной интересный вопрос от подписчика канала. Иван Милюс. Здравствуйте. Вопрос. Имеется ли смысл промывки радиатора охлаждения двигателя внутреннего сгорания в случаях, когда антифриз меняется по регламенту и видимых на горловине отложений нет? Друзья мои, если у вас никаких проблем с системой охлаждения не было, то есть вы ездите на автомобиле, температура у вас нормальная, двигатель себя ведет, все прекрасно, смотрите антифриз у вас чистенький, то промывать систему охлаждения вам противопоказано. Не лезьте туда, не трогайте, не надо ничего промывать. Потому что промывками всевозможными вы можете сделать даже хуже. Если вы уже решили поменять, как у вас это заявлено по регламенту, то сливайте, заливайте качественный антифриз и катайтесь. Но если вы меняли антифриз и после этого у вас появилось изменение какое-то в составе антифриза, то есть он изменил цвет, ржавчина какая-то появилась, его срочно необходимо менять, и систему нужно мыть в этом случае. Мыть, конечно, с дистиллированной водой. Это вот если у вас не запущенный вариант. Ну, есть там запущенные, но это уже другой случай. Но вот именно то, что касается того, что вы задали вопрос, в вашем случае промывать систему охлаждения никаким образом нет необходимости. Надеюсь, друзья мои, я ответил достаточно понятно на ваш вопрос. Если это так, обязательно подписываемся на этот YouTube-канал, а также на мой канал в Дзене. Вот QR-код. Направляйте камеру своего мобильного телефона на этот QR-код. Ссылочка будет свободно. Переходите по ссылочке, подписывайтесь на канал, если вы смотрите это с компьютера. А если вы смотрите с мобильного телефона, то под этим видео в описании будет ссылочка на мой Дзен-канал. Переходите на него, подписывайтесь, и мы всегда будем на связи. На случай непредвиденных обстоятельств. Будьте здоровы, всем пока.